Власть долго работала над тем, чтобы у нас не было хорошего выбора. Главная задача выборов — это мешать воевать. Искусство — это не лекарство, а боль. Путин не стесняется быть в этой команде плохих парней. Это глобальная проблема. Это заявка на Третью мировую. Добрый день. Это программа «Вдох-выдох». Я ее ведущий Виталий Гемарский. И я с удовольствием представляю сегодняшнего своего собеседника. Много у него таких характеристик, которые можно найти. Это галерист, публицист, в прошлом, кстати, политтехнолог, арт-менеджер и так далее. Ну, а проще просто сказать, Марат Гельман. Марат, добрый день. Рад приветствовать в нашем эфире. Я здесь вспомнил такую дурацкую одну сценку из «12 стульев», если я не ошибаюсь, когда Бендеру и Кисе Воробьянину надо было плакат нарисовать на пароходе. И тогда Бендер спрашивает Кису, «Киса, скажите мне, как художник художнику, вы рисовать умеете?» Поскольку мы люди теперь одного статуса, я спрошу Марата Гельмана, скажи мне, как иноагент, иноагенту. Ну, а дальше уже пойдет наш разговор. Почему красота не спасает мир? Хорошее начало, да? Почему красота не спасает мир? Ну, мы обычно уводим это в смысле искусства. То есть искусство – это все-таки отражение жизни или отражение мира. То есть искусство – это не лекарство, а боль. То есть искусство может гораздо лучше фиксировать состояние общества, может менять оптику на общество. Но для того, чтобы произошли изменения, нужны реальные общественные силы. Иногда бывает, то есть это очень редко, но иногда бывает, когда искусство становится общественной силой. И вот в том числе, я не знаю, интересно, я думаю, мне, по крайней мере, это очень интересно, какую роль сейчас играют художники-одиночки, уличные художники в России. То есть вот сейчас, когда больше трех не собираться, то есть любая общественная организация – это опасно, то есть тебя могут взять, посадить, превратить в вина агента, но сохраняется, что ли, возможность личного высказывания. И вот художники показывают, что это возможно. Вот за полтора года войны было 680 арестов художников, но при этом на большой срок никого не посадили. Это означает, что художник показывает людям, как можно в одиночку что-то делать в этой ситуации, и при этом избегать тюрьмы. Никто не хочет в тюрьму. Так что сегодня художники в России, можно сказать, что они влияют на ситуацию, они только отражают ее. Марат, я как раз хотел задать вопрос, а какова вообще функция, какова роль художника, в самом широком смысле этого слова, художника не только живописца, но и художника в всех сферах искусства, какова роль в условиях войны? Я понимаю, что каждый делает свой выбор, но что может, что должен, если так сказать, художник в этих условиях делать? Мудзора. Вы знаете, например, если смотреть на украинских художников, то они выполняют две важные функции. Те, кто остался в Киеве, в Украине, они ведут такой дневник войны. Он такой многоголосье. Каждый художник ведет свой художественный дневник того, что происходит. И это такой коллективный документ. Очень часто художники даже в минус собственную выразительность в пользу такой документальности, точности высказывания. Вторая функция, которая у них есть, это для тех, кто уехал, чтобы мир не забывал, что война не кончилась. Дело в том, что медийное пространство, оно так устроено, что вот началась война, все об этом говорят, у всех к этому пристальное внимание. Потом произошло что-то другое, внимание перешло, и как бы ощущение, что уже и нет войны. А война продолжается. И вот, ну, там, например, около, ну, я сейчас там точно уже не знаю, но полгода назад было около двух тысяч выставок украинских художников в Европе. То есть они каждый раз напоминали, что война не закончилась. Это что касается украинских художников. Что касается наших художников, художников, ну, условно говоря, страны-агрессора, да, ну, или у художников, которые живут в стране, в которой, в стране победившего там тоталитаризма, диктатуре. Ну, первое, это вот то, о чем я говорил до этого, это показывать пример персонального сопротивления. То есть, вот, например, когда художник вышел с чистым листом в одиночный пикет, да, его тоже взяли по инерции, но взяли и отпустили. Почему? Потому что он как бы понял, что можно уже не писать. Просто видно, что если человек вышел в одиночный пакет с белым листом, то он против власти. Вот. То есть, как бы художники сегодня показывают, что, да, тысячного митинга собрать нельзя, это очень опасно, но тысячу маленьких акций можно сделать. Это первое. Второе, что кажется важным, ну, может быть, больше для тех художников, которые уже уехали, это, ну, назовем это антивоенное искусство. То есть, это искусство, которое открыто высказывается против происходящего или открыто высказывает, открыто и ярко высказывает свою позицию, меняет оптику на происходящее. Вот. Это как бы очень важный такой, ну, антивоенный месседж. И третье, это гражданская позиция, но это, может быть, больше касается известных, там, музыкантов, писателей, художников. Они высказывают свою гражданскую позицию, просто высказываясь туда или иначе. Это может быть не в искусстве. Ну, и они же, например, там, со своих концертов демонстративно перечисляют часть гонорара в эту сторону. То есть, это, ну, такая тоже очень важная стратегия. Ну, есть еще у нас, как бы, такая отдельная тема. Это вот преодоление. Дело в том, что мы все-таки несем ответственность определенную за происходящее. И вот этот мем «великая русская культура», он как бы используется, точнее, он используется властями для оправдания вот этого имперского своего величия. Поэтому такой некий внутренняя внутренняя критика, внутренняя работа по демонтажу вот этого слова «великая» по тому, чтобы привести вот эту сумму явлений современного русского искусства к тому, что называется европейская культура. То есть, вот такие стратегии у нас есть, появилось сейчас очень интересное, новое, это когда, ну там, допустим, в Берлине, в Черногории, в Тель-Авиве русская культура становится культурой некоего меньшинства. И именно вот существование в качестве культурного меньшинства тоже это такое очень важное сегодня, важная прививка европейскости для русской культуры. Такие стратегии. Но когда мы говорим о стратегиях поведения представителей русской культуры, мы говорим сейчас о тех людях, которые выступают против войны, против агрессии. Но ведь русскую культуру представляют сегодня и другие люди, да, с другой позиции. Ну вот я в этом не уверен. Я в этом не уверен. Во-первых, они не представляют. Ну как? Ну есть кульпин, есть пихалков. Но они ничего не представляют сейчас. Я имею ввиду, что культурный диалог, вообще представление культуры, ну к сожалению, значит в России как было? Это Российская Федерация привозит там на Эдинбургский фестиваль Большой театр и это такой как бы культурная дипломатия, да? Она была не очень эффективная, но она каким-то образом была. Или там на франкфуртскую книжную ярмарку стенд Министерства культуры и они значит Захара Прилепина там представляют. Значит сегодня этого нет ничего. А что есть? Есть тысяча маленьких личных историй, там Макс Диденко за прошлый год три спектакля поставил, Дима Крымов один спектакль поставил, две школы, то есть семинары идут. То есть представление сегодня русской культуры перестало быть представлением российского государства, а стало множество маленьких или выставок, частных проектов, коллаборацией русских российских режиссеров с немецкими театрами, с французскими. То есть это сегодня существует и вот те персонажи, которых вы назвали, они Россию не представляют сегодня. Мы кстати на форуме Слованова послушали очень интересный доклад сравнение значит философский пароход и культура Германии времен Второй мировой войны. Философский пароход 20 философов родившихся в России примерно одинаково спозиционированных 10 из них уехало с философским пароходом 10 осталось. Те кто уехали 8 из 10 стали мировыми именами в международном смысле профессура философы мыслители в том числе Петерим Сорокина на которого сейчас ссылается много там путинские вот значит из опять же почти зеркальная ситуация из 10 которые остались 8 погибли в лагерях поэтому представление А2 просто растворились вот в этой лоялистской ситуации значит если мы сегодня посмотрим на немецкую культуру середины 20 века то мы увидим что значительные имена в том числе в самой Германии то есть не только в мире это те кто уехал а не те кто остался вот поэтому мне кажется что вот этот лоялизм это такое качество которое убивает даже творчество даже талантливых людей то есть они не могут выдавать в этой атмосфере что-то значительное или значимое вот поэтому но с другой стороны да наверное можно сказать что существует по крайней мере сегодня еще существует этот раскол и я готов с вами если хотите прямо провести такую ревизию и вы увидите что все-таки там осталось очень мало я бы с удовольствием провел такую ревизию я бы сказал только с одним замечанием да все что вы сказали по поводу русских в Европе не только в Европе но в тех странах где они обосновались сегодня уехав из России это все понятно да но это взаимосвязь с не русским обществом не российским обществом это взаимосвязь с европейским обществом в первую очередь наверное в Армении много людей сейчас в Казахстане там ну и так далее да а с российским обществом получается в контакте только вот эта часть русской культуры да и а это ведь очень важно воздействие культуры в самом широком ее смысле на мозги людей ну я просто отреагировал на ваше слово представляют русскую культуру в этом смысле я имею в виду вовне если мы говорим про внутрь ну да конечно в стране фамилии неугодных там не знаю режиссеров вымарываются значит актеров перезаписывают голос вот ну да это во первых я думаю что это временная ситуация дело в том что культура это же не однолетняя трава вот типа вывезли всех и сейчас вырастем новых культура это дерево которое там десятилетиями каким-то образом растет и например те же самые люди которые сегодня живут в России не может быть такого что три года назад они все обожали Гребенщикова Пугачеву Акунина Сорокина Шишкина Улицкую Алексея Иванова а сейчас вдруг перестали то есть как бы нет голос вот этих всех он да его государство ставит барьеры но он все равно слышен может быть не так масштабно и громко но он есть и он я думаю пока еще пока еще все-таки очень громко звучит и собственно говоря это единственное что что я надеюсь на вот это то что вот этот период не будет очень большим то есть я думаю что если в течение там двух-трех лет ситуация изменится то за это время не успеют забыть да не успеют но конечно шанс есть дело в том что вот в русской литературе были времена когда практически все самое важное печаталось за рубежом перед вот перед оттепелью это это было фактически так вот поэтому да ну конечно я с вами согласен что нынешнее общество кормит чем-то другим пытаются кормить чем-то другим но у них не очень же получается дело в том что это вот эта идея заменить одних другими это такая лукавая идея вместо земфиры она сама создала свою аудиторию ты не можешь убрать земфиру и для ее аудитории дать кого-то другого каждый творец должен сам создавать свою аудиторию да можно убрать земфиру и там будет дырка и эта дырка будет зиять вот ну посмотрим все-таки сейчас там ютуб и еще какие-то вот эти новые медиа мне кажется что вот эта попытка сегодня делать то же самое что было в 60-е попытка с помощью цензуры отрезать людей от собственной культуры обречена на неуспех ну да дай бог кормит мы видим чем да и слышим не всегда но и догадываемся я бы сказал даже вот а у меня такой еще вопрос потому что я здесь вот относительно недавно побывал в Петербурге подошел ко мне на улице человек узнавший там по видимо по эфирам сказал спасибо вам там за за вашу работу что было очень приятно это хотя бы знает что там хоть что это хоть какой-то отклик имеет но потом он сказал одну фразу спасибо что вы в России то есть людям там важно слышать эти голоса изнутри а не снаружи мы находимся снаружи признаем признаемся да внутри находиться с другой стороны просто нельзя но я боюсь что вот этот голос культуры голос даже звезд той же Пугачевой Макаревича Гребенщикова ну всех кого мы сейчас можем назвать звучащий из-за границы он тише и не так эффективен как голос звучащий изнутри ну для кого-то я согласен но в то же время помните как только началась там первые крохи перестройки Растропович тут же приехал в Россию да как только стало можно да я думаю что здесь тоже все таки для там ну молодое поколение творцов оно наверное уже строит свою жизнь как европейские вот а для нас мы конечно канатами привязаны к стране значит я там 200 работ подарил Третьяковке 57 русскому музею вот но сегодня это невозможно сегодня ну надо это осознавать что сегодня каждый из нас может говорить лучше из-за границы чем будучи в России вот вы посмотрите даже например Яшин находясь в тюрьме может говорить со своей аудиторией с помощью медиа которые находятся вне России то есть он пишет это никто не публикует и в России это публикуется там я не знаю Медуза или кто-то еще кто находится вне России и российская аудитория это может читать то есть вот эта граница она как бы и существует и не существует пока есть вот интернет у нас у нас была недавно в Берлине такая большая сходка ну с помощью Михаила Ходорковского удалось собрать около 130 представителей разных организаций оппозиционных которые находятся вне России и приехали некоторые люди из России я не могу говорить кто просто чтобы не подставлять и было очень интересно что это такая взаимозависимость потому что они например не могут создавать те инструменты которые им нужны находясь там а мы можем да поэтому я бы так сказал что важно не терять контакт там вот у меня я недавно посмотрел там из пяти тысяч там френдов в фейсбуке почти три тысячи живут в России то есть ты не теряешь с ними контакт ты с ними общаешься моя записная книжка там ну два две тысячи друзей вот прямо ну близких которых хорошо знакомых живут в России сегодня то есть терять контакт конечно нельзя вот в целом ну да лучше было бы если бы мы были там но ситуация как бы не позволяет можно только мечтать пока по всякому случае а вот на этой на этом берлинском собрании я так понимаю что там вот было принято решение о тактике на выбор 24 года я бы даже сказал пока стратегии такие общие да более да да там ваше отношение к этому во-первых ну я хотел здесь заодно и спрошу продолжение это вообще насколько политика мешает не не культуре а культуре всегда мешает а деятелю культуры да деятелю культуры ну да значит что касается моего отношения ну я там высказался у меня была возможность и на пленарной и в группе сопротивления но моя позиция такая что власть долго работала над тем чтобы у нас не было хорошего выбора на этих выборов чтобы что бы мы ни делали мы бы находились в сложной ситуации поэтому первое что мы думаем о том как действовать ну как бы наименее вредно для и я считаю что самое самый плохой вариант это вообще никак не реагировать на вот этот предвыборный момент потому что если общество не реагирует никак значит этого общества нет значит правы те которые говорят что вся российская весь российский социум согласен и так далее и так далее это первый мой тезис то есть второй тезис заключается в том что есть предвыборный период и есть выборы и можно не участвовать в выборах но надо использовать предвыборный период для какой-то компании и это вот собственно говоря вот этот тезис он принят всеми и он зафиксирован в нашем этом документе и третий мой тезис он может быть более такой дискуссионный но он заключается в том что на время выборов власть в Кремле находится в руках двух штабов предвыборного штаба и штаба военных действий причем эти штабы у них разные интересы они не только конкурируют они еще и мешают друг другу например военный штаб говорит давайте сделаем мобилизацию а предвыборный говорит нет нет сначала выборы потому что мобилизация может плохо отразиться на рейтинге нашего святейшего или военный штаб говорит давайте выпустим Стрелкова он будет агитировать чтобы подписывали контракты вот эти все сторонники русского мира все эти безумцы пушечное мясо а предвыборный говорит нет нет не будем он во первых может пойти на выборы оттянуть какие-то голоса ну и так далее и так далее то есть моя третья позиция заключалась в том что чем больше внимания сам Кремль будет этим выборам уделять тем лучше потому что тем меньше тем больше он будет ослаблять военный штаб и соответственно возможно значит военная операция ну провалится здесь говорить сложно то есть вот моих три позиции и в целом я доволен тем что все согласились что при любой стратегии бойкота агитации против Путина агитации за какого-то кандидата надо готовить инструментарий то есть и поэтому на первом этапе то есть ближайшие три месяца все оппозиционные силы попытаются сформировать какие-то единые медийные и организационные структуры по поводу противостояния вот этих двух штабов это любопытно конечно это действительно так судя по всему потому что но конечно я у меня такое ощущение что поскольку в общем-то и война и все остальное ради власти то и штаб по выборам он сейчас выше штаба военных действий то и дело в этом и есть надежда наша с вами что он не просто а в какой-то момент мне значит тоже не хочу говорить значит пытались возразить и говорят а если наоборот предвыборный штаб скажет нам надо для победы чтобы вы сейчас там захватили высоту пошли вперед я говорю ну это ж хорошо если решение военного штаба будут продиктованы не реальной ситуацией на войне а какими-то там идеями политтехнологов там Кириенко будет говорить взять 20 километров а Герасимов нечего делать пойдет и уложит там угрохает вот эту вот армию вот так что я думаю что чем ближе к выборам так и будет то есть оно уже сейчас важнее ближе к выборам просто сожрет все остальное конечно есть много других обстоятельств некоторые из них играют на руку Кремлю но по крайней мере если мы говорим о выборах то я надеюсь что таким образом да конечно Путин выиграет выборы но Кремль ослабнет ну понятно да ну конечно сейчас я думаю в ответ на эти слова но это к этому я уже привык сейчас будет значит такая масса комментариев какие выборы о чем вы говорите это можно назвать выборы не называем это это некий период времени да это некий период времени в наших интересах вообще все что происходит одновременно с войной касается войны да соответственно в наших интересах чтобы в голове штабных в Кремле это была высокая степень планка выборы это важно и чтобы под это кто-то хотел там заработать денег кто-то пришел бы и сказал что надо там организовать предвыборные участки на фронте прям ну то есть как бы мешать воевать главная задача выборов это мешать воевать хорошую задачу хорошую задачу мы ставим Барат такой вопрос а нет ощущения вообще что интерес внимание я даже не знаю чего еще к войне украинской если не резко то постепенно снижается у всех в какой-то мере это и результат того что сейчас это происходит на Ближнем Востоке да ну я вот в самом начале поэтому и сказал что одна из задач украинских художников сейчас которые ну особенно женщины которые сейчас по всей Европе и не только в Европе их задача сейчас напоминать что война продолжается что добро и зло не нигилируется здесь еще конечно дело даже не только в самом внимании а дело в том что разрушается вот эта граница вот здесь как бы ось зла а здесь значит праведники потому что отношение к израильско-палестинскому конфликту ну такое двоякое в мире и эта двоякость как бы ложится тенью на то что и в российско-украинском конфликте тоже не все так очевидно типа где добро и где зло это очень я считаю опасная ситуация которая играет Путину на руку поэтому многие например думают что Путин как-то приложил руку понятно что этот конфликт тлеющий может быть он даже гораздо более масштабный чем конфликт значит российско-украинский но вот то что вот именно в этот момент взорвалось ну у многих есть гипотеза что Путин к этому имеет отношение потому что он конечно он конечно бенефициар ну я честно говоря думаю что дело в том что вот ругали что медленно двигается эта европейская машина но она медленно потому что она бюрократическая то есть одно дело внимание медийное которое переключается в течение часа с одного момента на другое другое дело бюрократическое да то есть Рамштайн работает деньги выделены позиции политиков партии стран сформированы и меняться не будут вот так что вот эта инерция бюрократическая которая играла видимо в минус в начале сейчас она играет в плюс а кстати говоря а как вообще объяснить культурно с культурной точки зрения вот этот вот вот это для меня достаточно я знал что это есть но для меня неожиданный масштаб вот это вот пропалестинских выступлений ну вообще в мире и в Европе в частности я извиняюсь я продолжу может быть свой вопрос вот почему мне один европеец француз кстати да он мне сказал это ты не думай он говорит это не я имею ввиду даже участие не арабов которых много в Европе а европейцев именно он говорит ты не думай они так же выступают и против Хамаса и против террора потому что его объяснение в Европе как бы сильно поднялось вот в этой пирамиде ценностей ценность человеческой жизни поэтому не важно кто убивает убивать нельзя ну немножко лукавый ответ с моей точки зрения потому что да потому что пропалестинская позиция была и до этого и она сформирована десятилетиями ну есть несколько аспектов вот я например переживал что большое количество художников на той стороне вот и ну понятно что они с одной стороны достаточно левые вот но вот не Толя Осмоловский такой наш российский художник очень известный один из самых важных подсказал его понимание с которым я в принципе согласен что для интеллектуала очень важно быть на стороне слабых вот то есть если ты не разбираешься в ситуации то на всяком случае защищай слабого от сильного ну соответственно в конфликте например государство и человека всегда становись на сторону человека но так получилось что несмотря на то что Израиль маленький там и людей мало а арабский мир огромный образ Израиля это сильная страна с сильной экономикой с сильной армией там развитая айти и так далее и так далее да а образ Палестины это угнетаемая бедная и здесь сплетается то есть не только левая но и вот это желание быть ну защищать слабого то есть и это та позитивная какая-то вот как мне кажется линия которой я могу объяснить потому что среди тех кто на стороне Палестины вот в этом 8 тысяч художников подписало я многих из них знаю ну мировая элита художественная и я точно знаю что они там не антисемиты я точно знаю что они там не ну не ангажированы что это их позиция я думаю что эта позиция просто защищать того кто слабый вот второе конечно мы можем рассматривать там ситуацию с медиа сейчас многие критикуют BBC которые как бы пропустили вот этот момент вот эту ночь когда резали израильтян когда убивали их когда вот произошли все эти чудовищные вещи и BBC значит начало как бы вот как с чистого листа с ситуации возме неизбежности израильского возмездия то есть каким-то образом видимо медиа сыграли там есть какие-то интересы мне так объясняли демократы республиканцы в общем это еще одно еще одно объяснение ну и третье все-таки ведь в отличии я в том что существует некоторое общее понимание про терроризм что мы сначала уничтожаем террориста а потом разбираемся в причинах мы не начинаем разбирать причины до того как он не в тюрьме да ну например представим себе что допустим моего там не знаю товарища несправедливо посадили в тюрьму и я захватил заложника какого-то вообще не имеющего к этому никакого отношения человека и сказал если не отпустите моего товарища из тюрьмы я этого человека убью да вот самое ошибочное это в этот момент начинает разбираться правильно ли посадили моего товарища в тюрьму или неправильно да то есть сначала надо убрать террориста освободить заложника посадить террориста за преступление очевидное даже несмотря на то что потом может оказаться что посадили зря вот сейчас получилось так что из-за того что дискуссия о ситуации в Палестине она была то есть она была постоянная и там есть значительная часть людей которые считают что Израиль не прав да вот они пропустили этот момент что все надо остановить на время конфликта надо остановить эту дискуссию кто прав кто не прав надо уничтожить террориста освободить заложников и потом вернуться к тому чтобы решать проблему но видимо я бы так сказал мы уже этот момент упустили вот и сейчас одновременно решается вопрос острый то есть освобождение заложников уничтожение Хамаса и вот этот долгоиграющий а каким образом все таки дальше эту ситуацию сделать так чтобы она более не менее справедливо разрешилась не знаю насколько это удовлетворяет ли твой интерес ну слушай если мог какое значение имеет мой интерес здесь важно 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 чтобы это все как-то потому что у меня такое ощущение что во-первых может быть не во-первых но одно из последствий это такое изменение во-первых изменение позиции России ну властей России да все таки надо отдать должное в том смысле что за последние там вот эти 30 лет и сколько там новой России так называемой да восстановленные отношения с Израилем они развивались там и так далее я помню я был в Израиле когда борел одной из предвыборных компаний и по русскому телевидению в предвыборной компании выступал Нетаньяхов его главный аргумент какой был против я не помню против кого Левита по-моему не помню кто там не Левита не помню ну не помню фамилии его конкурентов но он кричал просто кричал в этой студии русской он может я могу снять трубку и позвонить Путину а он может а он не может вот был главный аргумент его предвыборную его компанию да а сейчас значит вдруг вот этот Машель один из руководителей Хамаса значит после визита делегации Хамаса в Россию сказал что ведь нам очень лестно что во время беседы в МИДе значит МИДовцы российские интересовались и говорили как потрясающе была организована операция 7 октября и как вот не поделиться ли опытом что типа этого ну просто вот вот до чего мы дошли в Машель ну надо я хочу вот маленький комментарий да ну то есть Путин сейчас его главная задача это уйти от изоляции и он пытался вот совсем недавно вот это с Африкой выстроить отношения то есть влезть туда вот и сейчас с арабским миром то есть да они собирают какой-то альянс плохих парней и ну я бы так сказал что сейчас это становится то есть если там агрессия в Украине это в основном проблема украинцев которые все помогают если ситуация на Ближнем Востоке это проблема Израиля которому все помогают то вот эта попытка создать вот этот то что они называют глобальный юг или там альянс плохих парней это проблема Америки то есть это как мне кажется это хорошо тем что американское общество поймет что это не помощь кому-то другому а что это их проблема в каком-то степени даже ими созданная и будет более ответственно и более фундаментально во всем этом участвовать я думаю что после того как вот эта прекрасная была ситуация когда американский крейсер сбивал эти ракеты которые летели в Израиль через свою систему ПВО то же самое можно в конце концов потом сделать и в Украине так что это идет настоящая такая борьба и Путин не стесняется быть вот в этой команде плохих парней вот значит и это усложняет работу но с другой стороны это консолидирует вот этот лагерь добра то есть там же тоже много всяких течений кто-то считает надо уменьшить помощь Украине кто-то считает что надо заниматься своими делами вот теперь это уже свое дело для Соединенных Штатов Америки потому что Альянс Иран Россия и вот некие горячие точки в Украине в Израиле это глобальная проблема это заявка на третью мировую ну конечно он идет к плохим парням хорошие его не очень принимают да и там действительно раскол и на этой стороне тоже на хорошей стороне так называемой здесь новая информация появилась что-то Орбан Орбан уже просто пошел в открытую в открытую против Евросоюза против Америки против Израиля такой стал абсолютно пропутинский пропутинский человек и такие тенденции есть в Европе да там все эти правые партии там в Словахии сейчас новые какие-то ну и так далее и так далее Германии это альтернатива для Германии которая Путину очень нравится ну и так далее и тому подобное не могу не спросить конечно именно Марата Гельмана хотя уже об этом говорено переговорено про так называемую отмену русской культуры да в Европе такое впечатление что немножко все успокоилось как на первых парах все было огнено все горело а сейчас немножко как бы все все утихло ну просто на первых парах была серия отмен участия государственных культурных институций в международных проектах поэтому это горело то отменили это отменили сейчас все знают что никто с государством не имеет дела и поэтому ну информационных поводов не так много для того чтобы но канцел рашнен гавемент калча произошло второе если мы посмотрим по запретам русского то конечно чемпион сегодня Москва даже не Киев вот то есть все ведущие писатели музыканты значит художники они все именно в Москве в первую очередь под запретом но мы сделали у меня в Берлине проект с Владимиром Сорокиным Блуларт и канцел рашн калча то есть ну с моей точки зрения это такая попытка похорон этой темы ну точнее так Сорокин предвидел это то есть вот все считают что его такие пророчества это день опричника сахарный кремль телурия а Блуларт это тоже пророчество потому что там он ну выводит таких клонов основных там русских писателей Толстой Достоевский Чехов Набоков Пастернак Ахматова вот ну и выводит их в таком ну то есть ну можно сказать что десакрализируют то есть снимает некий вот этот орел величия с этих писателей вот да я думаю что Европа дело в том что Европа оправившись от первого вот этого шока она как бы сформулировала свою позицию и она очень простая художник представляет самого себя а не страну и вот получается что вместо каких-то огромных громоздких государственных участий в тех или иных событиях сейчас происходят сотни маленьких участий их это гораздо более эффективно я бы даже сказал что именно сейчас происходит такая полная интеграция русского искусства в европейский контекст то есть очень много участий они естественные да там немецкий театр приглашает российского режиссера черногорская галерея выставляет художника из России совместные проекты то есть очень много происходит событий гораздо больше чем было до того как вот так что да наверное надо с этим термином распрощаться единственное что осталось это ну есть украинская такая группа или там может быть сообщество некое которое следит чтобы украинские люди искусства не участвовали там где где участвует россиян и на этой площадке да так это так это происходит но оно работает сейчас немножко в другую сторону то есть получается что не канцел рашен калча а наоборот отказ украинской культуры от участия в международных проектах вот такая ситуация ну да я здесь разговаривал относительно недавно несколько раз с Сергеем Лозницей да украинский документалист который конечно он против его они тоже канцелли да да они его тоже канцелли за то что он сказал что нужно что не нужно отрицать или там канцел русских режиссеров которые выступают против войны их то зачем вот ну и за это значит поплатился тем что его не не принимает украина но Европа его в любом случае принимает Марат такой вопрос ну хорошо если бы какой-нибудь русский художник если скажу я хотел сказать из какого-нибудь города я скажу из Перми почти родной город Марата Гельман вот спросил бы позвонил бы Гельман и спросил я хочу уехать куда мне ехать хороший вопрос ну надо сказать что по крайней мере первоначально можно в Черногорию во-первых не нужна виза во-первых не нужна виза во-вторых здесь есть уже какое-то небольшое комьюнити культурное и в-третьих у нас здесь есть пристанище это уникальный такой проект который развивают мои друзья ну я там косвенно тоже я член Примчинского совета но инициатива у других людей такой известный парень Олег Репс и значит Шмелевы братья Шмелевы значит Саша и Володя вот и в этой может быть убежище в котором примерно в одинаковом пропорции значит принимают русских беженцев украинских белорусов вот и они помогают то есть они помогают жильем там даже какой-то какие-то подъемные и помогают устроиться там работать или в общем но это на первое время конечно никакого художественного рынка прям рынка здесь нет вот надо двигаться дальше ну Европа я бы так сказал Германия и Франция это такие социалистические страны социалистические в том смысле что даже для тех кто не встроен вот в этот арт-бизнес так или иначе находится возможность там существовать работать вот поэтому собственно говоря сейчас очень много художников в Берлине и в Париже вот так что вот такие такие советы по поводу социалистической здесь вот мой хороший друг ну царство ему небесное пять лет назад ушедший в свое время очень известный писатель русский российский советский долгие годы проживший во Франции в Париже Анатолий Гладилин вот он написал он написал такую книжку даже его дико раздражала систему французской бюрократии вот и вся администрация у него даже книжка есть под названием французская советская социалистическая республика ну да ну это в хорошем смысле ну да видимо без бюрократии французской нельзя потому что это очень интересно действительно бюрократия и в Германии бюрократия но ты относишься к этому как-то с ну с терпением что ли вот она доказала свою какой-то ну что она функционирует что она работает и мне кажется очень важно но она не дает человеку достигать дна вот этого социального да она конечно для нас она очень утомительна и кажется излишней но вот надо всегда думать о тех кому гораздо хуже чем тебе и вот для них она все-таки спасительная то есть если ты доказываешь сложность своей жизненной ситуации что ты находишься в неких сложных обстоятельствах вынужден уехать без денег то то это же бюрократия тебе помогает это правда тот же Гладилин говорил что принципиальная разница маленькая разница есть между советской российской бюрократии европейской французской вот та европейская французская она эффективна а это а это нет да собственно об этом да об этом об этом и речь у нас осталось еще несколько минут я под конец оставил все-таки обещание Гельмана провести ревизию нет кто на какой культуру да да ну вот берем сначала писателей да потому что все-таки Россия страна литература центричная номер один но я свою классификацию номер один Сорокин живет в Берлине номер два Шишкин живет в Швейцарии Улицкая в Берлине Акунин в Лондоне Глуховский там в Париже сейчас Германии даже Алексей Иванов почвенник да там глобус живет в Англии даже Пелевин постмодернист живет в Таиланде то есть русская литература вот за исключением Прилепина и Юный Морец она находится за пределами значит берем изобразительное искусство в котором все-таки ну там русский авангард да Кабаков Лонгайланд Комар Эмиламид Нью-Йорк значит Эрик Булатов Париж то есть большинство из них ну там я в Берлине нахожусь то есть первые имена здесь берем попсу ну как бы эстрадную музыку Пугачева Оксимирон Земфира Нойз МС Литл Биг то есть это все лидеры для музыкальной назовем это индустрии да такой они все уехали то есть если вы возьмете например композиторов даже они в основном в Берлине да там Филановский в Берлине то есть нефти в Берлине ранее то есть мой тезис заключается в том что за пределами России сегодня как раз большая часть русской культуры а те кто остался там это вот ну кто-то остался потому что не может уехать кто-то по молодости кто-то наоборот по каким-то обстоятельствам жизненным там семья родители больные там и так далее и так далее вот мы выпустили сборник Слованова 50 крупнейших авторов ну литераторов современных на на 22-й год до военных и вот из этих 56 человек живет в России и 44 за пределами вот такая арифметика ну что главное чтобы я думаю что чем закончить нашу беседу ну главное я думаю чтобы не было действительно разрыва вот этого между культурой в то время я помню Лихачев говорил про эмигрантскую культуру ну про все эти волны эмиграции которые уезжали он называл культуру в России в советской России материковой а эту культуру он называл островной да эмигрантскую и в 91-м году что ну еще в годы перестройки что они соединились да вот главное чтобы они не разъединились на материковую и островную чтобы все-таки это был единый материк вот эта русская культура может быть этим будем надеяться будем не только надеяться будем что-то для этого делать хорошо спасибо большое это был Марат Гельман галерист общительный свидетель и до встречи в программе Вдох-Выдох Субтитры создавал DimaTorzok